Настало время, значит, я хотел поделиться с вами, может будет кому-то полезно, об изготовлении этого окушника. За основу взяты окушники с картофеля сажалки. Вот как будет выглядеть этот окушник. Все это будет крепиться на штатном креплении, которое идет в комплекте с мотоблоком DTZ470B. Друзья, я вас приветствую. Вы, как всегда, на канале Кто в теме. Настало время, на улице плюс 38, надо здесь подготовить окушник дисковый для тонкой окушки арахиса. Значит, я хотел поделиться с вами, может будет кому-то полезно, об изготовлении этого окушника. Значит, друзья, этот окушник будет сделан из следующих моментов. За основу взяты окушники с картофеля сажалки. С китайской картофеля сажалки. Для начала я их, конечно, привел в порядок, чтобы не было бокового люфта. Конечно, это нужно было бы посадить все на ступичные подшипники. Это было бы лучше. Но оно и так прекрасно себя чувствует. У меня арахиса не очень много. Это кто будет уже заниматься арахисом всерьез, то он должен будет сделать здесь, конечно, ступички. И с ступицами будет, конечно, лучше и легче. Значит, смотрите, друзья. Вот как будет выглядеть этот окушник. Было изготовлено вот такое вот крепление. Вот так вот он будет ставиться, этот окушник. Здесь, на этом креплении, сделаны болты для крепления, регулировки высоты окушников. Здесь для ширины ряда тоже регулировка. Вот. Потом. Ну, это... Я не думаю, что тут что-то сложное есть. Поэтому я уже вам не буду показывать изготовление. Если кому-то будет это интересно, я напишу в комментариях. Значит, смотрите. Вот так вот. Все это будет крепиться на штатном креплении. На штатном креплении, которое идет в комплекте с мотоблоком DTZ 470B. Ну, изготовление вот этого крепления, додатково, я это самое показывал в ролике предыдущем. Там вы у меня найдете на канале, если вам будет интересно. Значит, смотрите. Вот на этом месте стоит тормоз. Или глубина мер. Там его по-разному называют. Вот. Или опорник. Значит, найдена вот такая вот на металлоломе шинка. 45 на 8 миллиметров. Значит, 45 получается ширина. Ширина 45. Почему 45, я сейчас вам в дальнейшем объясню. И толщина 8 миллиметров. Шинка. Ну, сейчас мы ее оккультурим здесь. Вот. И она ставится следующим образом. Вот так она заходит в крепление. Вот вам и сразу ответ, почему 45. Штатное крепление идет 50-60. А мы сделаем 45. Мы сделаем 45 для того, чтобы мы могли регулировать угол атаки. Вот он будет регулировать угол атаки. Значит, на этой шинке мы делаем отверстия. Значит, вот я показываю. Они немного смещены к этому краю. Вот эти отверстия. Потом, между ними, между ними, получается 40 миллиметров. Между этими отверстиями 40 миллиметров. Значит, у нас между отверстиями получается расстояние между центрами отверстия 40 миллиметров. А вот здесь вот сбоку мы делаем дополнительные отверстия. Ну, вы уже по месту посмотрите, когда будете делать, как вам это лучше сделать. Получается следующая картина. Регулироваться будет вот таким вот образом. Здесь у вас стоит палец. Здесь стоит палец. Вы можете сместить, правда, только на одну дырку. То есть, на один сантиметр угол атаки. Вы можете сместить. Вот так она будет смещаться. Значит, вот это мы делаем отверстие через каждых 40 миллиметров для регулировки высоты посадки окучника. Все. Теперь нам нужно будет все, что для изготовления нужного этого окучника, лежит наглядно на столе. Здесь мы коронкой сделаем вот такое отверстие, потом его оккультурим. И трубка у нас получается 25 на 25, 90 миллиметров длиной, с двумя боковыми отверстиями. Одно отверстие и второе отверстие на 10. Здесь получается, что она отрежется лишнее, вставится вот так вот ниже посадка, обварится и приварится два уголка косынки для жесткого крепления этой шинки. В отверстие мы вставим два болтика на 8, приварим и они будут как бы служить для фиксации крепления этой навески. Ну вот, друзья, в принципе, я вам все объяснил, по-моему, доходчиво. Размеры здесь все показаны. Отверстие у нас на шинке тоже на 10. Сверло на 10 у нас стоит на станке. Коронка на 26. Труба на 25. В принципе, поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потом перевернем планку, поставим вот так вот шинку, сделаем уголки для жесткости и крепления. И оно будет иметь вот такую форму. Сейчас я все обварю и покажу вам уже в готовом виде. И так у нас получился в сборе вот такой вот. Держатель навески дисковых окучников полностью в сборе. А сейчас мы его соберем. Держим. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так он будет выглядеть в сборе. Так что, друзья, в принципе, ролик по изготовлению навески по окучиванию арахиса будем считать сделанным. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Я всегда рад вам. Завтра будем окучивать.